Друзья, всем привет! Началась очередная регистрация на лотерею Green Card. В этом году Green Card разыгрывается на 2024 год, и это значит, что подав заявку сейчас и успешно выиграв ее в мае месяце, вы уедете в США где-то в 2024 году, ближе к концу года, плюс-минус пару месяцев, или даже в начале 2025. Поэтому перед тем, как подавать заявку, необходимо все-таки иметь горизонт планирования хотя бы на ближайшие 3 года. Подача заявки от вас лично ничего не требует, никаких денег никому платить не надо. Если кто-то где-то когда-то просит от вас деньги за участие в лотереи Green Card, но это мошенники. Так что верить нельзя никому. Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно. При этом подавая заявку, вы не должны сильно напрягаться, потому что вы должны понимать, что хоть и принято считать, что мы побывали в Америке, вы правы, они такие тупые. Это не так. США последовательно и очень давно собирает лучшие умы человечества. Поэтому, скорее всего, все будет хорошо. Даже если вы где-то чуть-чуть ошибетесь, какую-то буковку не так напишите, может быть, ваша фотография будет не совсем идеальна. В любом случае, вы участвовать можете. Ничего бояться не нужно. Кроме того, в этом году абсолютно для всех регистрация, для всех жителей бывшего СНГ регистрация доступна. Нет ограничений, как это бы, допустим, было в прошлые годы. Почему такие ограничения иногда накладываются? Я не знаю, будет ли ограничение в 2025, соответственно, в следующем году и далее. Но, тем не менее, как получаются такие ограничения? Если количество мигрантов, которые, честно, приехали в США, больше определенного лимита, ну, соответственно, просто квота исчерпывается. И, соответственно, в какой-то год, может быть, и так людей из этой страны очень много, соответственно, никакой квоты на грин-карту им выделяться не будет. Но в этом году это не так. Абсолютно все могут участвовать. Да, есть проблемы. Проблема первая – это военный конфликт в Украине. Но, слава богу, вроде бы сейчас консульство работает. Поэтому, вообще, подавая заявку, надо понимать, что через полгода может ситуация измениться. Но, если вы выиграете, то, ну, уж точно где-нибудь, как-нибудь найдется способ пройти собеседование. Для жителей России, которые также могут хотеть поучаствовать, хотеть переехать в США, также можно подавать заявки. Да, в прошлом году, ну, конкретно вот в текущем, да, в 2022-м, были серьезные проблемы с тем, что люди не могли доехать до Польши, вот, в силу ряда причин. Я думаю, что каким-то образом эта ситуация будет меняться в лучшую или в худшую сторону. Есть кейсы, когда люди вообще уезжали аж в Рио-де-Жанейро, в консульстве там проходили собеседования. Главное, все-таки это выиграть, а уже потом жизнь покажет, что делать дальше. Подаваться нужно в любом случае, если вы, ну, хотя бы просто хотите, да, там, в ближайшее время, ну, не знаю, смесь места жительства. Кроме того, надо не забывать, что сама грин-карта – это просто возможность жить в США. При этом ваше гражданство, ваша страна, у вас никто не отбирает. Ну, допустим, я как житель Казахстана, выиграв грин-карту, у меня остается гражданство Казахстана. Перед тем, как подумать о, ну, не то что двойном гражданстве, а, скажем так, о гражданстве США, мне нужно будет прожить в США пять лет минимум, и уж только потом, после того, как я буду подаваться на гражданство США, тогда она будет отказываться от гражданства своей родной страны. Грин-карта – это просто вид на жительство, постоянный вид на жительство. Давайте все-таки перейдем непосредственно к делу. И что хочется сказать, как я сказал, участие в лотерее бесплатное, соответственно, вам нужно зайти только на этот сайт, ни на какой другой, ни на какие там другие постфиксы, только вот это dvprogram.state.gov. Welcome, страничка откроется, здесь можно прочитать инструкции. Кстати, вообще на сайте рекомендую читать все инструкции. Все расписано очень доходчиво, очень подробно, но если вы все-таки чего-то где-то не поняли, то, пожалуйста, следите за мной. Photoexamples – это пример тех фотографий, которые, по идее, нужно прикреплять к своей анкете. Но очень важный момент. Данную фотографию я сделал в фотосалоне. Фотосалон для алматинцев, это, возможно, будет актуально. Это космонавтов Шевченко. Данный фотосалон знает, какие фотографии нужны на визу американскую. Ну и, соответственно, просто приходишь, говорит, что мне нужно на американскую визу фотографию сделать. Никакой ретушить ничего не нужно. Просто правильно мне ее, пожалуйста, обрежьте. Правильно мне красиво сфотографируйте. Но если у вас вдруг по какой-то причине нет доступа к фотосалону, либо тот фотосалон, который будет вас сфотографировать, он не знает параметры фотографий, ничего странного. Берете, поначалу фотографируйтесь в фотосалоне, потом все правильно обрезаете. Очень много заблуждений касается фотографий существует. Ну, например, типа, если у меня там фотография будет хоть на миллиметр, там лицо ниже или выше, или как-то так не будет, оно правильно смотреться, то, соответственно, я пролечу с грин-картой, мне там, допустим, откажут. Нет, это не так. Есть пример, есть кейсы, когда люди фотографировались, буквально селфи там на фоне жалюзей делали, что категорически запрещено делать, тем не менее выигрывали и уезжали. Потому что, еще раз повторюсь, dvprogram.state.gov – это только первый шаг. После того, как ты его пройдешь, там еще будут другие шаги, вот там, да, там нужно уже быть немножко повнимательнее. Я для примера покажу вам, каким образом заполняется сама анкета. Опять же, в 2022 году для dvprogram.2024 к анкете немножко требования упростили. Сейчас не надо вводить свои паспортные данные. Раньше я, когда играл, нужно было вводить еще и номер паспорта и так далее. Это теоретически снижало количество мошенников. Ну, не знаю, сейчас решили сделать так. Ну, видимо, считаю то, что если вы дали свою фотографию, то этого достаточно. Чего категорически нельзя делать? Категорически нельзя делать 2, 3, 4 заявки от одного и того же человека. Но зато, если у вас есть жена, то, соответственно, подаетесь и вы, и она. Кто угодно, допустим, выиграл, там, супруга или вы, уедет вся семья. То есть уедете вы, уедете ваши дети. Ну, по крайней мере, в этом браке. Опять же, очень бывает много нюансов. Их мы здесь обсуждать не будем. Я просто покажу, как заполнять саму анкету. Нажимаем Begin Entry. Крайне рекомендую делать в Google Chrome. Да, допустим, я сам пользуюсь Brave, но конкретно в этом случае. Лучше все-таки Chrome, потому что на нем все работает, все тестировано, ничего не вылетит. Итак, смотрите. Last Family Name. В моем случае это будет. Я пишу так, как она пишется у меня в паспорте. Если у вас там в паспорте на латинице ничего не написано, если у вас там, допустим, в российском паспорте, там вообще-то руки пишут до сих пор на русском, на кириллице, ну, как-нибудь примерно, сами понимаете, как у вас на латинице должно звучать. Так, это Family. First Name – это имя. Middle Name. Что такое Middle Name? Это, ну, допустим, Джордж Буш младший. Так вот, младший – это Middle Name. У нас это не отчество. Соответственно, можно здесь смело ставить No Middle Name, то есть у нас никаких таких вот Middle Name нету. И вообще забудьте про это. Я подавался без Middle Name, и все было нормально. Вот. Кто ты по полу? Мужчина и женщина, да, как бы всего два пола. Так что все строго. Когда родился там? Ну, я пишу. Ну, здесь, да, по началу месяц, соответственно, 05, не так, как у нас потом день, в моем случае, десятый, ну, и год 83. Город, который, в котором вы родились. Очень важный момент. Где вы сейчас проживаете, это абсолютно не имеет никакого значения. Я родился в Алма-Ате, да, вот. И, соответственно, пишу я тоже именно Алма-Ата, как она сейчас называется. Почему это очень важно? Потому что квоты выделяются на рожденных в определенных государствах. Предположим, я родился в Казахстане, потом переехал куда-нибудь в Европу, я все равно указываю здесь Алма-Ата и играю ее все равно от Казахстана. Даже если у меня гражданство другой страны уже есть, все равно играется от той страны, где ты родился. Где ты родился, да, вот это важно. я родился в Казахстане. Родились в России, указывайте Россию. Именно где вы родились, именно то, как у вас написано в Советском Союзе. Если вы там родились в Советском Союзе, это замечательно, к сожалению, Советского Союза здесь нету, поэтому все-таки по текущей географической раскладке она у нас указана. Ну и, соответственно, по текущей географической раскладке на момент вашего рождения. Да, сейчас непонятной ситуации с Крымом, непонятной ситуации с Донбассом. Ну, указывайте там Украина. Соответственно, ну, особенно если учесть то, что надо вообще посмотреть, какие страны признаны США, какие нет. Ну и, соответственно, указывать именно их. Ну, соответственно, для крымчан, допустим, это Украина. Вы сейчас проживаете там, где вы родились? Я пишу, да, потому что я проживаю здесь, но если бы я проживал в другой стране, то если бы я указал нет, выбрал бы другую страну, это ни на что не влияет. Важно, где вы родились, а не где вы проживаете сейчас. Вот. Самый главный момент, это как раз-таки та самая фотография. Миллионы копий сломано. Ну, я вам свою фотографию уже показывал. Также есть здесь же на сайте DV, лотери, фотовалидатор. Я пользовался именно им. И если, в общем-то, ну, такой же фотовалидатор будет проверять, по большому счету, вашу фотографию вся система, она автоматизирована. Там конкретно человек не смотрит там 50-100 тысяч анкет. То есть, как у вас указано здесь фото валидации. Ну, соответственно, если она здесь у вас на сайте DV Program, валидацию прошла, ну, скорее всего, значит, все будет хорошо. Я выбираю мою фото. Вот я его подгрузил, все, оно у меня здесь есть. И теперь важно, то есть, мейлинг-адрес. Вот здесь вот тоже миллион разных вариантов. Я еще раз повторюсь, американцы, они умные. И здесь скорее важно то, чтобы, если уж вам будут писать по обычной почте, мне ничего никогда не писали, е-мейла всегда хватало, но тем не менее, вы должны указывать здесь так, чтобы наша почта поняла. Там человек, который будет вам писать, он просто скопирует тупо ваши почтовые данные. А вот здесь, когда придет на почту, предпродолженную, в американском формате, будет указано поначалу дом, потом улица, ну, здесь могут не понять. Поэтому пишите так, как опять же поймут ваши почтальоны, так как вы с Алиэкспресса там по ссылке заказывали. Для кого? Ну, соответственно, для меня, там адрес лейн, там указываю свою улицу, 134. Это у нас главпочтамп, в принципе, это тоже возможно. Пересечение, Сити Таун, Алматы, вы указываете свое. Да, на главпочтамп тоже можно заказывать, там у них какое-то время эти письма держатся. до востребования, так скажем. Но желательно, конечно, указывать свой реальный адрес. Country, Казахстан. Штат. Если здесь указываешься State, то, соответственно, выбираешь свой же город, то есть, грубо говоря, область, да. Country, where you live today. Казахстан. Телефонный номер. В принципе, это опционально, но можно указать. Указывается оно, если не ошибаюсь, в формате плюс 7, там, код города. Код страны, там, ну и так далее. Вот, от фонаря напишу. Три семерки, там, три единицы, два, две двойки, две тройки. Очень важный момент, email-адрес. Потому что в дальнейшем у вас вся переписка будет идти именно по этому email-адресу. Крайне рекомендую использовать какой-то, тот адрес, в котором точно ничего не случится, например, Gmail, да, но, скорее всего, с Google все будет хорошо. Ну, соответственно, там, test.sobachka.gmail.com Вот. И потом в дальнейшем на этот же свой почтовый ящик крайне рекомендую сохранить там, либо на Google диск, либо в самом почтовый ящик, вышлите ваш контрольный номер. Подтвердить его. Test.sobachka.gmail.com Все, подтвердили. Какое у вас образование? В грани-карте не имеют участвовать те люди, которые не закончили среднюю школу. Ну, поэтому, соответственно, указываем там, как минимум, то, что у вас есть законченное школьное образование, primary school degree. Это наши, если не ошибаюсь, 11 классов. Это не критично. Больше, опять же, копии сломано по поводу университетского образования. Баллонская система, небаллонская система. Я вообще учился до 2005 года. У нас там была отдельная, как бы, в чем у меня? Два диплома. Короче, если у вас есть университет высшего образования, пишите университет degree. Если у вас есть, как бы так, средне-специальное образование, ну, тут можно писать, допустим, high school degree. Это, опять же, не так критично. Если у вас школа есть, уже все, уже все хорошо, можете ехать, все будет нормально. В общем-то, никто ваш диплом особенно смотреть не будет. На край дадите школьный диплом. Какой у вас статус? Я женат. Ну, тут важно то, что даже если ты разведен, у тебя есть дети, то здесь нужно указывать потом в дальнейшем еще и детей своих. Так, я женатый, моя супруга не является гражданином США, потому что если я женатый, у меня супруга была бы гражданином США, нафига ты мне это гринкарта? Ну, чисто технически, по идее, там есть другие программы. Количество детей, ну, в моем случае, это будет двое. Continue. Дальше. Где-то что-то мы забыли. Ой, да, вот как раз-таки это самая провинция, о которой я говорил. Область мы забыли указать. Алматинская, Алматы, Алматинская область. Вот, здесь я тоже ошибся. Но, как видите, ничего страшного в том, что ты ошибся, нету там, как бы формочка дружелюбная. Давайте я там покажу, что ты что-то забыл. Вот. Теперь, наконец-таки, часть вторая, ваша супруга. Ну, соответственно, пишите ее имя, пишите ее фамилию, также нет никакого отчества. Это вообще не отчество, это middle name. Еще раз повторюсь, это не то. Когда-то там ваша супруга родилась. Вот. Она является женщиной. Кстати, интересно, ну, у нас не легализовано, поэтому, думаю, это не так критично. Где родилась? В моем случае, это тот же город, что и я проживаю. Но у вас это может быть другое. Это не критично. Даже если, допустим, там квоты нету, предположим, если вы играете вы, все равно появится вся семья. Вот. Ну, и, соответственно, также нужно прицепить ее фотографию. Я прицеплю, опять же, свою, потому что дальнейшие я не буду проходить. Кстати, интересно, будет ли ошибка. Child. Соответственно, ребенок номер один, месяц пятый, пятый, допустим, там 2015 и так далее. Указывать нужно всех детей, даже если ты в разводе, но не решен родительский прав, все равно надо всех указывать. С фотографией, да, здесь сложнее. Опять же, где родились? Где родились? Страна, опять же, фотография, фотография одного ребенка, фотография второго ребенка. Надо было поменьше детей себе выбрать. я в любом случае до конца доходить не буду, но в целом, опять же, город рождения, страна и фотографии ребенка. Опять же, тут я цеплю свою, хотя технически, если сейчас он у меня ругнется, но я там фотографии детей и фотографии супруги актуальные подцеплю. нажимаем Continuum и итоговая страница, вот на фотографии он не ругнулся, соответственно, будьте внимательны, чтобы ваши фотографии были корректными. Вот, если я нажму клавишу Submit, то я перейду на следующую страницу со страницей подтверждения моей статуса. Я сейчас этого делать не буду, вот, но очень важный момент. Эту страницу, это confirmation number ни в коем случае нельзя не потерять, не забыть ничего. восстановить его будет крайне-крайне-крайне проблематично, но вам никто ничего писать не будет, если вы выиграете, это исключительно полностью на вашей ответственности, поэтому, когда в мае месяце надо будет чек-статус зайти, ввести сюда тот самый confirmation number, вот, хотя технически, если вы его забыли, то, по идее, можно с кем-то связаться, но лучше не забывать. Вот, вашу фамилию, ваш, ваш год рождения, ну, и также после того, как вы с капчей введете, нажмете submit, у вас будет статус в мае, там, либо вы выиграли, либо вы не выиграли. Если не выиграли, ничего страшного, сыграйте еще разок в следующем году, а вот если вы выиграли, это только начало очень-очень длинного пути. Самой анкеты бояться не нужно, ничего сложного здесь нету, заполнять крайне рекомендую, исключительно и полностью самим. Любые документы заполняйте сами, это очень-очень важно. Во-первых, здесь ничего сложного нету, а во-вторых, как вы, блин, планируете куда-то переезжать, если вы не можете анкету заполнить? Ну, потрудитесь, пожалуйста, там, поймите, что значит, зачем это нужно, потому что в случае выигрыша этого анкета DS-260, она значительно больше, значительно полнее и значительно сложнее, а заполнять ее крайне нужно самому, потому что при мне, человеку отказали в грин карте из-за того, что он заполнял ее с другом. Ну, там, правда, еще была ошибка, но тем не менее, когда он так на честных щах сказал, что там, типа, ребята, я ее с другом заполнял, там, может быть, какие-то ошибки есть, но это, типа, друг виноват, ну, все, до свидания сразу, дополнял анкету не сам. Очень много есть помогаек, которые за деньги это могут вам помочь. Не рекомендую пользоваться их услугами и уж точно, крайне не рекомендую пользоваться услугами мошенников с какого-либо другого сайта, кроме DV-program state.gov. Надеюсь, ролик был для вас полезен. Если да, то ставим лайки, если нет, ну, тогда ставим дизлайки. На это всем спасибо, всем пока, до новых встреч! Субтитры создавал